Большой привет всем! Я сегодня надела все лучшее сразу, чтобы обозначить видео для девочек. В моей подборке будет 10 ароматов про косметичку, пудру, помаду и крем. Все, что связано с девочками, с женщинами, ну и вообще с женским кружевным миром. Не забудьте подписаться, поставить лайк после просмотра видео и я начинаю. Поехали! И начну я с того, что ношу сегодня. Это Woman от Sony Rickel, которую я буквально недавно так хвастала. Снятость, но пудру никто не отменял. Вот здесь история начинается очень зелено, с горчинкой. Потом все заслащивается, все превращается в вот эту рассыпчатую пудру, которую так жалко находить у себя в косметичке. Я думаю, что этот аромат классный, но ему можно найти замену. Их совершенно случайно я ее нашла у себя на полке. Помните, когда-то я вам рассказывала про бюджетные ароматы? И вот в первой серии была Алиса Эшли с вот таким вот розовым, совершенно девочковым ароматом Purple Elixir. И что вы думаете? Я хотела его подарить молодой девушке, потому что мне казалось, что для моего возраста это слишком сладко, слишком цветочно, бело-цветочно. Но оказалось, что здесь такой невероятный анис. Вы знаете, я уже давно ищу такой классный анис. Но вот этот анис, он в начале анис, в середине он анис. И на базовых нотах тоже я слышу хороший свежий, хоть и со сладкими вплетениями, бело-цветочными. Там есть что-то деревяшное тоже. Оказывается, что весной он звучит бело-цветочно, а вот осенью он выдает какие-то невероятные анисовые, пудровые, бальзамические ноты. Это, возможно, не пудра, как в предыдущем парфюме, но как косметичка. Смесь всего. И помада, и пудра, и что-то там еще, возможно, от каких-то других косметических кремоватых нот. Алиса Эшли, Purple Elixir. Следующий мой аромат. Это Grass Experience от Milton Lloyd. Английская марка, которая у нас представлена широко во всяких стоковых онлайн-магазинах. Стоит это дело очень бюджетно, пахнет прекрасно. Зеленая пудра, которая по диапазону, наверное, я бы сказала цветовому, она идет где-то от фисташкового до ярко-насыщенно-зеленого. И в базе у нее такая хорошая мшистость есть. Прекрасный аромат. Наверное, он хорошо подойдет, либо чтобы согреть, либо для женщины за 30. Но не потому, что он ретровый. В принципе, очень часто пудровые ароматы грешат тем, что они немножко идут с уклоном на ретровость. Но здесь я не чувствую какой-то вот слишком уж истории, как говорят бабушкины. Я не знаю, чем пахнут те бабушки, которых так критикуют, когда говорят, вот так пахнет моя бабушка. Здесь, если бы так пахла какая-нибудь бабушка, это прекрасный аромат и прекрасный запах. Поэтому присмотритесь. Милтон Ллойд имеет большой спектр парфюма. И самое интересное, что у него уклон базы шанелевский. Так что обратите внимание. Еще один аромат с бодуарным звучанием. Это марка Obade, которая выпускает белье. Французская марка. И аромат у нее один. Совершенно пудровый. Аромат сладкий, такой тягучий. Тем, кто любит гелиотроп, тем, кто любит миндаль, тем, кто любит такую уж ярко согревающую пудровую историю, это сюда. Сейчас я понимаю, что он действительно раскрывается. Во всяком случае, мой нос лучше его воспринимает, когда становится немножко более влажно и немножко более холодно. Поэтому я ему все еще даю время на то, чтобы раскрыться на мне и не задушить уж совсем. Но те, кто любит, действительно, пудровый аромат. И не боятся никаких бархатов, никаких бодуарных, театральных вещей. Это самое оно. Еще одна пудровая история. От Герлена. От Хельмонде. И это, конечно же, пудра. Но здесь все гораздо более звонко. Здесь все звучит на капельках росы. Само название говорит о том, что дождик прошел, стало свежо. И вся пудра, вся пыль, которая летала в воздухе, она осела. И ее уже не так горько слушать. Мне нравится этот аромат вот в чем. Знаете ли вы такой аппарат, который паром распрямляет ткань? Я не знаю, как это называется по-русски. Когда мои неные пальто или платья, я сбрызгиваю вот этим ароматом. И потом я провожу вот этим пара распрямителем. Аромат получается просто невероятный. Моя прихожая потом от этих пальто пахнет мягко и свежо. Поэтому этот аромат для некоторых считается легким. Слишком уж легким. Да, его переформулировали так, что былой насыщенности нет. Но все равно осталась пудра. Свежая, звонкая, хрустальная. Прекрасный Абхайлунды. После пудры плавно перехожу к крему. Это Untold от Элизабет Орден. Я о нем тоже уже как-то рассказывала. Но в контексте крема, в контексте косметички, возможно, не заостряло внимание на нем. Здесь грушевый аромат. Прекрасный, свежий, звонкий. Который к средине и к базе своей уходит в кремовость. В конечном итоге на коже остается яркий запах дорогого люксового крема. Я его очень хорошо вижу даже в зимнее время где-нибудь возле камина. Или в теплой компании друзей. Когда не хочется всех задушить. Но и крема одного просто недостаточно. Еще одна сливочная история не доехала до меня к видео. Но если она придет сегодня-завтра, на монтаже я смогу показать вам флакон. Это Сильвен де ла Курт. Это ванильная линейка. И это ванурье. Так что пробник покажу. И аромат я прекрасно помню. Брызнула прямо себе на пальцы. Буду у нее хоть отсюда. Этот аромат цветочный, кремовый и ванильный. Но ваниль я здесь чувствую в меньшей степени. Здесь такая кремовая. Даже в начале рассольная история. Что-то такое солоноватое, может быть укропное выходит. Потом смягчается. Но все равно создает объемность. И в конечном итоге она усаживается просто невероятным сливочным, возможно даже гурманским, но очень косметическим аккордом. Не знаю почему, его любят гораздо меньше, чем другие ароматы из линейки ванили у Сильвен де ла Курт. Но тем лучше. Я буду одна единственная. И сейчас я вам расскажу об одной из самых любимых моих тем в косметичке. Это помада. Помада, которую с ношением масок нам так сложно стало носить. Но аромат маминой помады для девочки это особая история. Поэтому я начну с того аромата, который я описывала, когда говорила про розу. Есть у меня такое видео. Дроль де роза от Артизан Парфумер. Это аромат достаточно поживший уже и не отдающий своих позиций. Он у марки держится. Они сейчас все перелили в серые флаконы. И я вот смотрите, у меня осталось на дне. И мне почему-то не хочется его пользоваться, потому что я хочу сохранить именно этот флакон. Мне серые флаконы нравятся чуть меньше. Но это потому, что для меня серая история артизанов это уже как не французская, а испанская часть развития этой марки. Если кто-то знает историю, поймет о чем я говорю. Так вот, здесь Оливия Джакобетти. Тонкая, прекрасная, мастер-парфюмер. И, конечно же, здесь роза. Но она в таком исполнении. Вместе с ирисом, который припудривает. Вместе с какими-то бальзамическими, возможно, нотами. Которые звучат мягко и помадно. Эту розу я купила как замену Lipstick Rose. Но сейчас мне уже к Lipstick Rose совершенно не хочется возвращаться. Потому что вот эта прекрасная замена. Еще один мягкий розный аромат. Encre Noir Puelle. Хорошая соло, яркой, такой достаточно жирной розы. Которая размыта мускусом. Но помадность очень хорошо прослеживается. И звучит он очень женственно. Последний мой аромат, наверное, заслуживает какого-то отдельного внимания. Я как-нибудь, возможно, о нем сниму. Потому что много рассказать нужно и про дом, и про сам аромат. Но в контексте косметички расскажу про вот такую Violette от дома Berdou. Berdou это тулувский дом, древний дом парфюмерный. И это коллекция Grand Cru. Grand Cru, те, кто любит вино, должны понимать, что это такое. То есть это сливки из сливок. Самое лучшее сырье для парфюма. Или для вина. Violette de Toulouse. Известная композиция, которая пахнет метеоритами от Guerlain. Эта Violette имеет что-то общее с той тулузской фиалкой. Но все-таки звучит более глубоко, потому что в ней есть почули. И ирис. Заявлено всего три ноты. Но как это звучит? Близко к коже. То есть те, кто хотят пахнуть ярко и заявить о себе, это не сюда. Когда почули с ирисом да с фиалкой соединяются, получается все-таки хорошая такая замша или пудра. Поэтому здесь, конечно, что флакон, посмотрите, гениальный, имеет свой матовый шарм. И аромат, конечно же, женственный, женский. Мне кажется, что он очень хорошо подойдет любому возрасту. Что молоденькой девушке, потому что пудра и фиалка – это прекрасно. Что женщине со статусом и в возрасте, потому что это мягко. Поэтому еще поговорим об этом аромате. А пока это прекрасная пудра метеоритов. Моя косметичка к осени и зиме готова. Десять ароматов, которые я буду менять, носить в разных условиях, в разных компаниях и под разное настроение. Что носите вы, какие пудры, помады и кремы надеваете вы на себя в парфюмном исполнении. Подписывайтесь, не забывайте лайкнуть. Счастливо и пока! Субтитры подогнал «Симон»!